Ребята, это буквально анбоксинг в прямом эфире. Я только что зашёл в Макдональдс. Макдак находится настолько рядом с моим домом, что я его вижу из окна. Я взял свой самый любимый набор из Макдональдса этой осенью. Сейчас вам покажу. Но давайте я сниму пару слоёв одежды. На улице уже наконец-то осень. Пришли морозики, ветерочек. Солнышко уже не такое сильное, как раньше. Обожаю этот период, когда можно уже наслаивать одежду, носить уже несколько слоёв. Это просто идеально. Ненавижу лето. Прежде чем показать, что я купил здесь и что я очень люблю в Макдональдс, и хочу вам показать, что мне дали вот такую карточку. Sorry, карта от Макдональдса за то, что мне пришлось ожидать, когда приготовят мой заказ. Когда приходит осень, начиная вот с середины сентября и до, наверное, апреля месяца, я очень люблю покупать кофе в Макдональдсе. Мой самый любимый кофе это американо, и оно самое вкусное именно в Макдональдсе. Ну вот американо в Макдональдсе ещё и с двумя нажатиями карамели, это что-то нечто. Обожаю именно вот такое сочетание. Давайте откроем и дадим американо в воздух, чтобы оно раскрылось. В прошлый раз, когда я заходил в Макдональдс, это был вечер какого-то дня, уже не помню, меня очень плохо обслужили, я долго ждал, когда приготовят американо, мне ещё не предложили ни салфетки, ни палочку, ни сахар. Я, конечно, оставил им дневный отзыв, ну что поделать, улучшайтесь. И вот сегодня я пришёл, меня обслужили просто идеально, дали и сурикарту, и когда мне уже дали мой пакетик, у меня спросили, вам к американо нужна трубочка или мешалочка? Я говорю, да, давайте мне палочку. И мне её дали, сказали, что положили её мне в пакетик, не обманули. Вот палочка. Американо с карамелью нуждается в палочке, потому что американо по плотности тяжелее, чем жидкость, и поэтому оно оседает всегда на дне. И когда вы покупаете напиток с каким-то допингом, обязательно берите палочку, чтобы размешать, и чтобы всё это как бы привелось в нормальное состояние. Ну а теперь посмотрим, что я ещё тут взял. Сразу говорю, я... Кстати, посмотрите, как много салфеток. Обычно в Макдональдсе дают одну или две салфетки, чаще всего две. А здесь мне дали целых четыре. Так, чёрная вилочка, это классика. Ну и, конечно же, вот новая картошка фри с топпингом. Когда появилась эта картошка в Макдональдсе, это был самый чудесный день в моей жизни. Она очень-очень вкусная. Ребята, если вы ещё не заказывали вот такую картошку с топпингом, если вы живёте в Украине, советую. Знаю, что в России такой нету, но вот в Украине это что-то нечто. Я её кушаю, наверное, после каждого учебного дня. Она очень вкусная, тем более Макдак возле моего дома как бы соблазняет и намекает. Вова, зайди ко мне, а потом только иди домой. Ну, понятное дело. Я утром ничего не кушал. Утром я опаздывал на учёбу, поэтому было не до еды. И вот сейчас мой поздний обед. Скорее всего, уже ужин. Ужин. Идеально. Единственное моё предупреждение, если вы находитесь в людном месте, либо же у вас есть какие-то планы на сегодняшний день, я не советую вам заказывать эту позицию меню, потому что она с луком, и этот лук очень сильно слышно. Запах от вас будет как бы соответствующий. Но так как я уже дома, никуда сегодня уже не собираюсь, могу позволить. Напишите в комментарии, что вы любите заказывать в Макдональдсе. Лично я не очень люблю их булочки, ну то есть их чизбургеры, гамбургеры, бигмаки, ну и так далее. Я люблю завтраки в Макдональдсе. И вот это. Ещё люблю Макфлори и лимонад. Ну, это как бы летний период. Сейчас уже Макфлори ты не поешь, и лимонад со льдом не выпьешь. Поэтому вот настроение осень.